Приветствую всех дорогие друзья. За последние пару дней произошло очень много интересных событий. Начиная от достоверных характеристик и кучи фото RTX 3060 Ti и заканчивая первыми инсайдами у RX 6700. Обо всех самых актуальных новостях я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И давайте начнем с очень горячего разгона оперативной памяти. Вы когда нибудь видели как выглядит 7000 МГц? А выглядит это дело вот так. На днях один китайский мастер спортивного разгона разогнал один 16-гигабайтный модуль Crucial Ballistics Max DDR4 4000 до эффективной частоты 7004 МГц. Кстати ссылочки на такую память я оставил в описании. Под новые Ryzen или Intel на Z490 они подойдут идеально. Однако китайский оверклокер для своих экспериментов использовал Ryzen 5 Pro 4650G в паре с материнской платой MSI B550 Unify X. При этом процессор работал на штатных значениях, а ОЗУ довольствовалось напряжением 1,71 В и таймингами 22,26,26,46. Тем временем компания Tesla начала продавать свои фирменные USB накопители, которые особо внимательные поклонники заметили в некоторых видеороликах. Флешка получила объем в 128 гигабайт и стоимость в 35 долларов, причем цену включена доставка по США. Но самое интересное, что оригинальный накопитель в этом стиле выпускается под маркой Samsung и стоит на Amazon всего 20 долларов. Но на нем нет самого главного, логотипа Tesla и красивой упаковки, за которую просят дополнительные 15 долларов. И давайте посмотрим на видеокарту RTX 3060 Ti. Стало известно, что новинка получит точно такой же эталонный дизайн, как и RTX 3070. Единственное отличие между ними заключается в более светлых элементах кожуха у младшего устройства. А по официальным тестам Nvidia она должна выступать на уровне RTX 2080 Super, но при этом стоит не 700 долларов, а около 400. И хоть точная цена до сих пор неизвестна, но компания Manly подтвердила полные характеристики. Как и ожидалось, основой 3060 Ti послужил урезанный графический процессор GA104. Сам чип получил 4864 CUDA ядра, а интерфейс памяти никоим образом не пострадал. Это все те же 8 Гбайт с 256-разрядной шиной и пропускной способностью 448 Гбайт в секунду. Кристалл будет работать на частоте от 1410 до 1665 МГц в динамическом разгоне, а потребление составит всего 200 Вт. Но если рассматривать саму видеокарту Manly RTX 3060 Ti, то вендор оснастил ее системой охлаждения с двумя вентиляторами, усилительной пластиной и парой восьми контактных разъемов дополнительного питания. А вместе с новинкой рекомендуется использовать блок питания номиналом не менее 500 Вт. Но в сети появились фото не только Manly. Уже известная о модели Gigabyte Aorus Master. Она обещает стать флагманской модификацией новинки в ассортименте компании. Для нее характерно трехслотовое исполнение, кулер с двумя вентиляторами, а на торце расположены разъемы дополнительного питания на 6 и 8 пин. Еще стало известно о модели Galaxy, которая получила такой же охлад как и 3070, но имеет всего один разъем в 8 пин. И также стало известно о 3060 Ti от Asus в исполнении TUF Gaming. Она также получила всего 1 8 пин, а сама плата выполнена явно проще чем у модели 3070, о чем свидетельствует меньшее количество фильтрующих конденсаторов на тыльной стороне платы. Сам же официальный анонс 3060 Ti должен состояться 2 декабря, а в свете такого количества утечек он точно состоится именно в эту дату. Но на этом новости о зеленых видеокартах не заканчиваются. На днях компания Gigabyte официально дополнила линейку внешних видеокарт Aorus Gaming Box с устройствами RTX 3080 и 3090. Новинки продолжают идеи, заложенные в RTX 2080 Ti Gaming Box и используют жидкостное охлаждение, а также подключаются к компьютеру посредством интерфейса Thunderbolt 3. Внутри такой коробки вендор разместил необслуживаемую водянку с 240 мм алюминиевым радиатором и блок питания номиналом 550 Вт. Сами частоты у видеокарт соответствуют заявленным Nvidia, а на фронтальной части корпуса предусмотрена подсветка RGB Fusion 2.0. И давайте посмотрим на новости из красного лагеря, которые продолжают трудиться над новыми видеокартами с архитектурой RDNA второго поколения. Уже в начале 2021 года состоится релиз 3D-ускорителя RX 6700 XT, первые подробности о котором уже появляются. Основой RX 6700 XT послужит ядро Navi 22 в конфигурации 40 вычислительными блоками. А вот память будет представлена всего 12 ГБ со 192-разрядной шиной и 96 МБ кэш-памяти Infinity Cache. Штатное же потребление такой видеокарты будет находиться в районе от 186 до 211 Вт. Также вместе с ней должна дебютировать модель RX 6700, которая получит урезанный вариант Navi 22. Насколько именно будет ограничено количество исполнительных блоков пока неизвестно, но память она унаследует точно от старшей модели, а её потребление должно быть около 156 Вт. Сама же официальная презентация двух этих видеокарт состоится уже в январе следующего года. А вот в распоряжении обозревателя Tech of Tomorrow оказался один из образцов графического ускорителя XFX RX 6800 XT Speedster Merck 319. Удивительно, но такая модель ещё не была официально представлена, а лишь светилась на паре рекламных баннеров. Проводить полноценный обзор видеокарты сотрудник портала не стал, поскольку до 25 ноября действует запрет на публикации. Поэтому он поделился только своими впечатлениями от новинки. Первое, что впечатлило обозревателя, это размеры видеокарты. Он заявил, что она просто огромная и занимает 2,5 слота. Для сравнения видеоблогер расположил 6800 XT из 5700 от XFX. На тыльной стороне такой видеокарты расположена пластина жесткости с большим логотипом XFX и названием новой серии. А для обеспечения дополнительного питания видеокарта оснащена двумя восьмиконтактными разъёмами. Сам же производитель рекомендует использовать блок питания мощностью от 750 Вт. И судя по всему такая видеокарта будет представлена официально уже в ближайшие дни. А помните, я вам недавно рассказывал про аналог DLSS от AMD? Сегодня корпоративный вице-президент AMD рассказал, что компания уже трудится над новой технологией в партнёрстве с Intel и как ни странно с Nvidia. А новая технология будет работать как на ПК, так и на консолях, в отличие от закрытой DLSS. Он также заявил, что производительность технологии трассировки лучей нынешних видеокарт RX 6000 со временем улучшится. А ведущий архитектор игровых решений добавил, что компания рассмотрит возможности включения интеллектуального доступа к памяти и для наборов чипсетов, не относящихся к серии 500. Но до конца непонятно, имел ли он в виду старые чипсеты AMD или чипсеты Intel. Но поддержка Smart Access Memory на каком-то B450 была бы очень кстати. Тем временем организация Chronos Group сообщила о релизе новой версии API Vulkan, в которой реализована аппаратная независимая поддержка Ray Tracing. Теперь разработчики видеоигр могут использовать в своих проектах эффекты на базе трассировки лучей, которые будут работать как на видеокартах Nvidia, так и на продуктах AMD. А вот про разработку российского процессора Elbrus 32S для высокопроизводительных систем стало известно чуть больше. Он будет иметь 32 ядра, не менее шести контроллеров памяти DDR5 и поддержку PCI Express 5.0. А разработка такого камня обойдется в 7,5 миллиардов рублей. И это официальная цифра, указанная на сайте государственных закупок. Однако работы в рамках проекта должны быть завершены до 30 ноября 2025 года, а к тому времени это будет далеко не передовой процессор. А из игровых новостей последних дней можно отметить рассылку дисков с Cyberpunk 2077 после чего начали появляться сливы геймплея с консоли Sony. Так что будьте аккуратны, ведь там вполне могут быть спойлеры. А главный тестировщик Cyberpunk 2077 поведал, что за 175 часов прохождения он до сих пор не прошел игру. Тем временем Rockstar решила рассказать, что работа над GTA 6 уже идет. В новом тизере GTA Online написаны координаты, которые ведут к трассе в форме цифры 6. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья.